Никогда не бойтесь больших форматов, не игнорируйте их, а наоборот, даже если вам страшно, даже если вам кажется, что не получится, покупайте большие холсты, заказывайте большие борды, я расскажу почему. Я Наталья Рюмина, художник-смоленист без высшего образования, и это не талант, пожалуйста, не надо говорить, потому что я знаю, сколько мне далось времени, чтобы научиться рисовать, и я знаю точно, что можно научиться рисовать. По поводу больших работ. Всегда предпочитай большие холсты, всегда выбирай большие работы. Почему? Потому что, во-первых, для клиента любая цена, которую ты назовешь на свою работу в большом холсте, или большом подрамнике, или большом артборде, она будет обравдана, потому что неизвестно, сколько ты потратил материалов, даже об этом никто и не думает, но есть большой размер, есть визуальное подтверждение того, что это дорого. Поэтому цена, любая, которую бы ты ни называл, приемлема, допустима и логична для клиента. Поэтому, новички, не страшитесь больших размеров. Наоборот, большие размеры на них проще рисовать. Вот только даже сами подумайте и представьте, и логично порассуждайте. Берете вы подрамник 30 на 40 или подрамник метр на метр. На чем проще нарисовать тот же подводный мир, тех же китов? Конечно, на масштабе побольше, потому что размах есть, потому что есть место, где разместить того кита, есть место, где сделать глубину, есть место, где заполнить все это пространство. В отличие от маленького размера, на маленьком размере гораздо сложнее прорисовать эту детализацию и передать ту же историю. И на больших холстах не видны так изъяны. На больших холстах можно абстракцией заменить половину картины. На больших холстах проще прорисовывать любую историю, не умея рисовать. Губкой навести абстракт на фон, дать какой-то намек на водоросли, на подводный мир, на детализацию у животных. И не нужно иметь образование художества. Вы сами понаблюдайте за моим процессом, который я сейчас вам показываю. Здесь нет никаких художественных сложных приемов. Здесь нет академических построенных каких-то схем правильных. Я рисую, как мне взбрелось. Я взяла несколько фотографий китов, девушек. Это разные истории, это разные виды. Причем вот, кстати, вот этот фрагмент прорисовки дна или космоса, он мне очень космос напоминает, есть на ютубе, ниже чуть-чуть полистай, как нарисовать звездное небо. Очень легко и просто губкой и зубной щеткой. Тоже не требует никаких от вас умений. Главное желание, главное захотеть это сделать. И плюс, вы отработаете большую работу в любой технике, смолой, абстракцией, гипсом, акрилом, маслом. И вы ее продадите очень быстро, поверьте мне, потому что большие работы, по моему опыту, уходят очень быстро и стоят приятно для художника дорого. Я решила перекрыть эту работу эпоксидной смолой. Я изначально, даже когда рисовала, планировала ее перекрывать. Но когда нарисовала, оставила на пару дней посмотреть, походить, потому что у меня закрались мысли, может быть, вообще не перекрывать. Но я рисовала китов, дельфинов и маленького темного кита чуть-чуть ниже, специально оставляла место для того, чтобы сделать волну. Поэтому это пространство в любом случае нужно заполнить, и я буду делать белой эпоксидной смолой пену. Смотрите, ребят, как покрывать смолой на холсте. Во-первых, после того, как вы прорисовали, возьмите мыльную тряпку, но не сильно мокрую, естественно. И после того, как картина высохла, и мыльной тряпочкой пройдитесь по всей своей поверхности картины. Уберите липкий слой от акрила. Перед тем, как рисовать смолой, перед тем, как заливать смолой, дайте смоле постоять чуть-чуть. Пускай она будет такая, как мед растаявший, чтобы она не убегала, чтобы она вас слушалась и чтобы не было проплешин. И когда будете рисовать море, естественно, дайте смоле постоять, набраться вязкости еще больше. И я добавила туда три капли силиконового масла, как я люблю делать эту пену. Очень много уроков внизу у меня есть на YouTube-канале «Пролистай». Также есть на Boosty, на Patreon 3D объемные панно, созданные с помощью пены и моря, послойные, прорисованные вместе с миром подводным. Там другая история. Строительным феном раздуваю слегка-слегка пену. Я не хочу, чтобы прям большая волна перекрывала это все. Она должна быть нежная и ажурная. И оставляю высыхать. Как первый слой высохнет, я перекрою еще вторым слоем. Внизу, если хочешь, можно добавить камни, можно добавить крошку. Как тебе? Спасибо за просмотр!